Добрый день, уважаемые зрители! Рад приветствовать вас на канале SovalMash. Меня зовут Александр Сударев и мы с вами находимся на территории опытного участка SovalMash. Сегодняшний видеоролик обещает быть очень интересным и, я думаю, долгожданным многими нашими зрителями и не только. Ну, давайте разбираться с темой видео. Для этого я попрошу нашего специалиста мне помочь. В моих руках находится вырезка из статьи Зеленоградской газеты 41. Посвящена она визиту сообщества ВОИР. Это Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов. Они ездили с визитом по разным зеленоградским компаниям, общались с руководством и пытались найти точки взаимопонимания, возможного сотрудничества и так далее. Вот, собственно, статья называется Антон Ищенко. У Зеленограда огромный потенциал, с чем не могу не согласиться. И сейчас я зачитаю фрагмент этой статьи. Полная статья будет по ссылке в описании. Вы сможете перейти и ознакомиться полностью. Фрагмент, касающийся непосредственно SovalMash. При обмене мнениями вырабатывается новая точка зрения, сказал генеральный директор SovalMash Дмитрий Дуинов. Но здесь, конечно, небольшое несоответствие. Генеральный директор SovalMash это Яковлев Игорь Николаевич, а Дмитрий Дуинов руководитель проекта. Если изобретатели, бизнесмены, практики, теоретики будут вот так в неформальной обстановке встречаться и их совместное мнение будет озвучиваться в СМИ, что-то сдвинется с мертвой точки. Вода камень точит. Новыми разработкам станет легче пробивать себе дорогу. Антон Ищенко предложил под эгидой Минпромторга провести в Зеленограде битву электромоторов, испытать при одинаковых условиях двигатели SovalMash и другие производители и сравнить их параметры. Вэйр готова привлечь к этому независимых экспертов. Вот нас интересует именно этот отрезок, потому что в сегодняшнем видео мы как раз поговорим о том, как это организовывается, что может предоставить и предложить SovalMash и в каком формате все это можно организовать. Возвращаю. Ни для кого не является секретом, что компания SovalMash занимается разработкой машин электрических, вращающихся с совмещенными обмотками Славянка. И именно эти двигатели и будут сравниваться со стандартными. В ходе деятельности SovalMash была создана испытательная лаборатория. Надо отметить, что это одна из самых высокоточных лабораторий по мнению производителей сложного метрологического оборудования МакТролл. И именно эта лаборатория станет площадкой и местом проведения сравнительных тестов битвы моторов. Для того, чтобы подробнее разобраться с этим и показать само место, мы сейчас переместимся с вами непосредственно в лабораторию. Ну а теперь, уважаемые зрители, мы находимся в испытательной лаборатории SovalMash. С вами Яна Теплова, сотрудник лаборатории, который непосредственно принимает участие в испытаниях и не только, еще и в обработке данных, ну и много-много-много чего другого. Собственно, Ян, подскажите нам, пожалуйста, как будет все это происходить и зачем новое помещение. Как оно поможет нам в битве моторов? Да, пожалуйста. Битва будет в виде испытаний. Почему? Потому что это наиболее корректный способ сравнить разные двигатели в одинаковых условиях, на одинаковом оборудовании, по одинаковой программе, по одинаковым методикам. Какие двигатели мы предлагаем для испытаний? Это, прежде всего, общепромышленные двигатели распространенных габаритов, которые вы могли видеть, тяговые двигатели для транспортных средств и двигатели для электроинструментов, но это то, что вызвало интерес, судя по откликам на ролики. В прошлом есть свои программы и методики испытаний, которые мы предлагаем, в частности, для общепрома реализуют метод по ГОСТ, которым мы пользуемся для тяговых двигателей и для электроинструмента тоже свои методики у нас есть. Эксперты сторонние, которые будут здесь также находиться, могут предлагать свои программы и методики, могут разрабатывать их вместе с нами, утверждать. То есть, в любом случае, на выходе мы должны иметь программы и методики для каждого типа двигателей одинаковые. Согласованные в рамках будут находиться здесь тоже, в этом помещении, в лаборатории, принимать участие в испытаниях полноценные, либо наблюдать за ними, контролировать, видеть результаты измерений непосредственно в реальном времени и участвовать в обработке данных, чтобы все было по-честному. И о том, что это за помещение. Лаборатория развивается, мы устраняем недочеты, улучшаем параметры, характеристики, то, что мы хотим получить. И, как вы знаете, мы собираемся проходить аккредитацию. Вот, в этом помещении будут находиться именно сотрудники, рабочие места, измерительная стойка, измерительное оборудование, все управление стендом будет находиться здесь. Наблюдение за той комнатой, за машинным залом с помощью камеры и мониторов. Там у нас остается только то, что имеет отношение непосредственно к стендам, нагрузочным узлам, объекта испытаний, оснастка и так далее. Все по механике и по электрике, то, что нужно для испытаний. Во время испытаний никто снаружи зайти не может, вход через это помещение, то есть сотрудники и эксперт во время той же самой битвы моторов могут здесь наблюдать и знать, что все нормально, все корректно, все правильно. Все соответствует ранее согласованным программам и методикам. Ну да, которые мы собираемся согласовать. Спасибо большое, исчерпывающие комментарии. Ну а теперь, уважаемые зрители, давайте разберемся с теми двигателями, которые готов предоставить Solomash, как своими, так и классическими. Да, и еще, если сторонние эксперты или другая страна хочет представить свои двигатели, то сравнимые по исходным параметрам можно тоже сюда привозить, для частоты эксперимента тоже ставить и испытывать, чтобы не говорили о том, что у нас какие-то свои особо подготовленные, там классика, там не классика или еще что-то. Пожалуйста, мы готовы испытать и сравнить в одинаковых условиях. Давайте переместимся в следующее помещение. Ну а по возвращении на опытный участок Solomash, давайте разберемся с экземплярами двигателей, которые сможет предложить Solomash для проведения сравнительных испытаний. По правой руке от меня вы можете видеть тяговый двигатель, который является в составе первой партии двигателей, которые были разработаны непосредственно на территории и изготовлены с применением мощностей и опытного участка и других цехов Solomash. В том числе здесь представлен стенд с двигателями классическими, в том числе и модернизированными по технологии совмещенных обмоток. Соответственно, для битвы моторов нами будет предоставлены двигатели серии ADM, AIR как в стандартном исполнении, так и в модернизированном по технологии совмещенных обмоток. Вариантов двигателей предостаточно, поэтому будет чем заняться. Ну а переместившись на опытный участок Solomash, мы также предложим вам к сравнению еще один вариант. Здесь вы можете наблюдать автомобильный двигатель, это тяговый двигатель с Renault Twizy. Данный двигатель имеет стандартные обмотки, полностью стандартный, и сравниваться он будет с двигателем, перемотанным по нашей технологии. Вспейте последних событий, которые были объявлены на экспертом времени Дмитрием Александровичем Дуйновой и объявлении о работе с электроинструментом. Завершим мы сегодняшнее видео демонстрацией тех образцов углошлифовальных машин, которые у нас имеются в наличии для предоставления на тест для битвы моторов. Это Интерскол, Девольт, Зубр. Собственно, все эти углошлифовальные машины мы можем предоставить в стандартном исполнении и сравнить с теми разработками, которые были получены специалистами Solomash. Ну и опять же, наших многоуважаемых экспертов мы и экспертам, и производителям, и тем, у кого есть возможность предоставить варианты своего ручного электроинструмента для сравнений, пожалуйста, делайте это. В данном варианте это углошлифовальная машина 230 диском мощностью 2100 Вт. 2300 Вт, 2600 Вт. Пожалуйста, будем сравнивать, будем испытывать. Все результаты запишем и продемонстрируем дальше широкой общественности. Ну а у меня на этом все. Обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, пишите, что вы думаете по этому поводу, ну и обязательно предлагайте свои варианты. До новых встреч!